Всем привет, меня зовут Таша, хочу напомнить моего друга зовут Картан, и сейчас мы сидели на комитете СМИР, мы поняли, что это значит очень сложное. Мы решили все-таки решить проблему более узкую, это помочь ферверам, которым сложный выбор, что им купить, какую культуру, какое семя, какой защиту для этого семя, и потом как его удобрить. То есть информации невероятное количество, очень много производителей, очень много информации и категорий, гетериев по оценке данного всего. Что такое САГРО? Это практика, которая помогает фермерам выбрать и купить максимально эффективный подсердный материал, средства защиты, удобрения, для того, чтобы собрать максимально, больше всего качественного урожая. Как это происходит? Фермер, человек, кроме нашей страны, далекий от интернета, но все же он может ввести минимальный параметр. Это культура, которую он хочет вращать, зерно, рис, кукурузу, указывает свою площадь земли, на которой он будет размещаться, и локация, где именно он будет размещать, выкладывает свое поле. Наша система анализирует природные коммерческие условия, это погода, грунт и живность на данной территории. Мы берем это из открытых источников, плюс огромную базу данных, критериев от самих производителей этих культур. Мы смотрим, какие гибриды, какие группы, тип зерна, насколько они холостойчивые, кто-то они жаростойчивые, и все это и тому подобное. Это доказательство про подкачивать нашу систему, и культур получается в итоге лучший подсердный материал для данной конкретной территории, средства защиты и удобрения. О бизнес-модели. Три бизнес-модели. Это добавление одного продукта в общую базу. Наш клиент – это с нами прожители продуктов. Это первое – это добавление одного продукта в общую базу, это их польза профессиональной бизнес-компании, за то, чтобы не было там никаких конкурентов, они были брендированы за старыми, и размещение бизнес-компания на сайтах партнеров. Основные деньги – это будет размещение на сайтах партнеров, как у нас будет по модели CPC, плюс нашей комиссии. Мы будем договариваться со своими партнерами, для того, чтобы у них размещался у нас виджет, и по модели CPC получать от них деньги. По клиентам. Есть глобальные компании, есть локальные в Украине. Каждый регион имеет свои локальные клиенты, но, в принципе, они известные. По размещению. То есть у нас будет собственный сайт, у нас будут сайты клиентов, и на них будут регулированы наши виджеты, и партнеры, с которыми мы предварительно договоримся, и сразу же будем регулировать в виде виджет командой четыре человека. Кастан сейчас покажет, точнее, то, что мы успели сделать. На самом деле, Саша рассказал уже очень много даже об алгоритме, и, правда, мало что осталось вам показывать. Саша, в чем суть? Почему? Почему будем идти в тепло-рабочий стол? А сейчас трой браузер, а мне не долгий. У меня открыт браузер. А, у тебя, он еще не тот рабочий стол. Перетащи просто в другое. Все, увидим, что я. Проверилый? Ну, не туда перетащил. Славное, это в том игре. О, 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 о. По бестеррии я ничего не вижу. Ха-ха-ха. Ну, правда. Ну, ты дупликейт делай. Лучше ты затенял. Лучше ты дупликейт делай. Итак, пользователь сюда вводит свою территорию, у него 500 гектар. Он говорит, что ему, он же в Полесье, и мы с нами уже понимаем, какой там климат, какие там грунты, прогнозируем вперед. Он говорит, что хочет рано засадить, пораньше, и вот из этих перетелей, сейчас их мало, но их будет больше, мы уже подбираем самое лучшее предложение, сразу подбираем для него комплект. Это и зерно, и удобрение, и чем защищать все это дело. Более того, есть там большая проблема, касательно того, что не каждое зерно, каждое удобрение и защита между собой совместимы. Нельзя в один взгляд, одну защиту, вторую поставить, и у меня все будет хорошо, может способен убить культуру. Мы все получили, мы должны такие параметры, и из того, что мы предлагаем, все между собой уже совместимо, это наиболее хороший комплект для ворачивания на газете, при этих погодных туалетах, при этих влажностях, и все остальные параметры, которые мы олигировали. Вот, но просто. Я имею в виду вопрос, да вот, вот, вот. Вы, как понимаете, я так понимаю, человеку, что зерно и удобрение, и все остальные, вы как-то анализируете цену этого удобрения? Конечно, конечно. Для этого мы спрашиваем, сколько гектар у него он хочет засеять. Мы знаем, сколько зерна нужно засеять, какое плотное засевание. Мы знаем, соответственно, сколько зерна ему нужно, а дальше, в зависимости от количества зерна, мы вычитываем, сколько ему нужно удобрения. Соответственно, мы знаем количество пачек, которое ему нужно, и предлагаем, сразу же говорим, вот, сколько это стоит. Я думаю, что он может выбрать варианты, допустим, если это слишком дорого, если его он хочет подешевле. А, само собой, это предусмотрено, как бы у нас есть много вариантов, сейчас мы предлагаем самый оптимальный, не по цене, а просто самый оптимальный. Вот, а предложить, в принципе, для меня набор вариантов, просто вот эти мне еще 20. Мой пополчий. Ну, вот, смотрите, если честно, да, я дала одну кнопку и получил себе прямо вот идеальный результат, но ваш статат, например, тогда, да, сегодня все-таки заменяет какой-то стататный процесс, какой-то честный процесс. Потому что вы же не отравлены, вы не придумали это. А, правильно я думаю? Да, вам будет. Вы не знаете, на самом деле, какую кукурузу, вот, какие-то полезные. Мы знаем, как мы анализируем данные, которые есть на самих сайтах производителей. Они четко указаны, и мы, на основании этих данных, мы это все делаем. Далее. Сколько лет у вас опыт на выращивание в полетии? Ноль. Подожди, да? Ноль. Ноль. То есть, если я первый в полетии, у меня 20 лет, то худо-бедно, я так себе могу прикинуть, ровно как себе. Просто я сложная, и там, ну, с бумажкой, ручкой, может быть, на них бревян буду, а вы технологично и очень быстрее. Выбрать лучшее. То есть, вопрос стереотипов, вопрос борьбы и продажи, это уже на стороне самих производителей. Данный не решает проблему образования. Он решает проблему конкретного выбора. То есть, каждая компания данная, ну, из наших клиентов, они самостоятельные, они сами образовывают аудиторию. У них есть там свои определенные программы для того, чтобы купили там, донести фермерам, что им надо использовать химикаты, специальные зерна и так далее. Вопрос, они все услышали, они также могут думать, они приходят и у них вопрос, что именно им надо. Потеряться в этом очень сложно, тем более человек, который, он выращивает 20 лет, но не факт, что он абсолютно понимает, какую химию надо использовать. Есть еще важный момент, потому что каждый год меняется, она новая. Ребята приходят и загадим новая, и новая, и новая. И вы установили очень важный момент, касательно того, что, да, мы действительно сейчас не можем сказать, какая именно культура лучше всего растет в бурых грунтах. Однако наша система, вы уже знаете, она теми хороша, что мне не тяжело прийти в университет агрокультуры, поговорить с профессорами, узнать, у них нужны эти данные, нужны переменные, завести их к нашему математическому модель, и система сразу же ее не нужна, перепиливать, она просто постарается по данному моду. Давай введем эту графу и все. Можно? Да. Вопрос следующий. Я как производитель вот этих семян, могу ли я вам заплатить деньги и быть в приоритете? Конечно. Попадали. На счет моделей. Есть разные модели. Первый модель, ты можешь купить виджет свой, и ты будешь только сам в базе в этой. Представить его на свой сайт. Ты можешь купить место в общем сайте, то есть на нашем сайте, и ты можешь купить место в виджете, где будут все остальные, это будет на сайтах партнеров. Для того, чтобы зайдя на сайт партнеров, ты мог выбрать из всех разных брендов, которые предоставляют каждое свое решение, лучшее решение. Мы не отвечаем за решение партнеров, то есть клиентов наших, потому что мы не лезем в их бизнес. Но наша система позволяет выбрать лучший продукт, как в рамках одного бренда, так и в рамках остальных. По сравнению с остальными. Это решать ту же проблему. На мой взгляд, под проект инфекционная деревня это не для фермы абсолютно. Потому что исходя из теории ограниченной рациональности, люди не ищут лучшие решения, а не ищут относительно свои возможности. Только ферма сегодня вот такие максимально лучшие решения он не будет находить, это не для него. Но перспектива для этого проекта очень большая. Но это уже вопрос многофункционального кооператива, который будет стоять на месте бывшего капота. Ферма абсолютно. Ни западный, ни нас не будет. Нас вообще, возможно, с компьютера там далеко, а западный просто потому, что у него демотивация. Он датированный. Человек, который датированный, он не будет искать лучшие решения. Ну тут я его как бы немножко поспорю, потому что я работал с студентой, я получал от них брифы на образование, и они ведут определенные программы, у них есть такая проблема, когда ферма приходит, и он не знает, что выбрать, он теряется. Для них это опять же колл-центр, это работа с менеджером, то есть для них этот алгоритм также, во-первых, помогает выбрать, оптимизировать свои внутренние затраты по продаже. То есть стоимость продаж не будет дешевле. Я не говорю, что ваш рецепродукт не будет иметь спрота. Он будет иметь спрота, но на мой взгляд это не его после этого. Ну это уже, к сожалению, будет. Чем ты это сделал? Ладно, он все время разрежет. Можно забрать, да? Кстати, почему я со мной к никому не пришла камера? Отпредru hago т Kardec. Б nella Вау. Врав, спасибо. О! О! Вау. Вау. Продолжение следует...